здарова здарова братишки сестренки приятного аппетита всем кто кушает вы на канале никсен play победителем прошлого розыгрыша стал правый глаз понтифика приз я отправил тебя на кладовщика кухню гурмана поздравляю ну что друзья товарищи дождались добавили долгожданный город n этого видео и не было бы в принципе если бы не изменение коснувшиеся новогодней локации много чего там поменяли начиная с общей карты и и расширили что довольно приятно и изменили вовсе теперь в самом городе n отключили pvp если раньше при убийстве игроков на тебя накидывались отрицательные бафы и мешали нормально играть а то и вовсе убивали сейчас же возможность убийства игроков отключили совсем pvp доступна только в пригороде города n за воротами некоторые умельцы пользовались этим положением и делали сбива лутания когда человек убивает эльфа начинает его лутать то другой злодей пикал на него аптечкой тем самым сбивал ему анимацию и сам начинал лутать убитого им эльфа а другой его убить уже не мог так как pvp было отключено к счастью это длилось недолго и разработчики скорее всего по многочисленным жалобам это пофиксили теперь применение аптечки не сбивает лутания так что расслабились и лутаем свои конфетки спокойно боюсь ошибиться потому что раньше в квесты я не углублялся но по-моему добавили новую главу федору в городе n глава называется новый год на обочине сам федор стоит в квадрате d44 у костра квесты называются сталкерский стиль по нему надо принести противогаз gp5 и фильтр к нему взамен ты получишь 350 тысяч и мешок с подарком из мешка выпадает от 10 до 15 белочек и всякий хлам следующий квест походный набор нужно принести котелок vdv и охотничий нож в награду ты получишь 150 тысяч и очередной мешок в нем тебя ждет такая же награда третье задание без этого сталкер не сталкер нужно принести магнитный захват артефактов прототип в награду дадут малый новогодний подарок и 50 тысяч рублей из малого подарка ты получишь от 5 до 10 белочек если ты поговоришь с болванщиком который сидит в квадрате c34 в бывшем здании дома культуры то он выдаст тебе одно из заданий задание будет зависеть от того какой диалог ты нажмешь в дальнейшем я прожал хочу потяжелее и теперь мне нужно собрать костюм полярного медведя за выполнение этого задания снова дадут новогодний мешок из которого выпадает от 10 до 15 белочек на самом деле задание немного странные они очень затратны если покупать все с рук или с доски у сталкеров понятное дело можно и самому это все насобирать но сколько времени потребуется на это все дело если у тебя есть лишние деньги то можешь в принципе выполнить я выполнял для того чтобы утолить свое сталкерское любопытство теперь что касается старых добрый герман дверей в подвале под дк когда я первый раз зашел в подвал был очень сильно удивлен тем что теперь дверь от меня требовали непривычные мне артефакты а хлам из подъезда в виде шариков коротких трубок с резьбой свинца и так далее я было подумал что это изменение произошло из моего видео которое я выложил накануне перед новогодней локации рассказав о том что нужно запасаться артефактами какими потому что из года в год ничего не менялась оставалось все как есть в этом же году разработчики то ли подкололи всех то ли реально уже давно решили изменить подношение к дверям и случилось просто совпадение но все-таки свою вину я в этом немножечко ощущаю честно признаюсь самое интересное тут в другом теперь по всей видимости разработчики решили сделать рандомное выпадение ресурсов для подношения дверям оставили старое подношение с артефактом и добавили новые с хламом при подношении хлама к дверям с них выпадает обычно награды виде конфет и белочки там вовсе нету а если сделать подношение артефактами то будут выпадать мешки с подарками маленькие новогодний мешок и вот что получается теперь по всей видимости подношение жадным дверям выдаются рандомно либо ты несешь хлам либо артефакты такие догадки у меня связи с тем что нескольким моим знакомым выпадали совершенно разные задания на подношение отсюда следует что сейчас актуальны и артефакты и хлам так что жители подъездов могут ликовать и хлам теперь им пригодится если ты не знаешь как открывать герма двери что для этого нужно то подробное видео найдешь у меня на канале подсказка в правом верхнем углу кстати не забудь забрать подарку деда мороза в этом подарке лежит и ждет себя новогодняя премиум подписка на твой аккаунт на 10 дней а если ты хочешь получить себе еще одну премиум подписку совершенно бесплатно то вводи промо код никсон в меню игры причем не важно где ты играешь steam лаунчер или вк промо код действует везде вводи код и получай бесплатный премиум себе на аккаунт секретный код еще в описании и закрепленном комментарии под этим видео новогодние локации также проводятся события которые можно взять на доске возле здания дк напротив самого деда мороза квадрат c34 события называются командная битва снежками пряничное безумие куча мала в командной битве снежками грузится 20 человек по 10 до команду подбираем снежки и начинается месиво попасть не очень просто нужно сперва привыкнуть и приловщиться выигрывает та команда которая наберет больше всего очков по истечению времени или когда счет достигнет 100 я не раз замечал что в момент броска снежка он как-то разбивается об невидимую текстуру и просто пропадает не понимаю чем это связано может быть типа снежок снежок попадает было так у кого-нибудь или один такой фартовый победившая команда получает 10 белочек и мешок с подарками из мешка может выпасть классный лут в виде подствольника оружие прицела ну или же белочка другу уже выпала гроза 1 и подствольник gp25 а мне как обычно бабарка только деньги и белочка не везет в принципе в лотереях вообще никогда а проигравшая команда просто получает по 10 белочек без мешка с подарками события пряничное безумие нужно загрузить 160 подарков машин всего на карту грузится 20 человек каждому из которых нужно отнести минимум по 8 подарков если вы отнесете 9 или больше то другим подарки не достанутся а это значит что они не получат награду за событие просто так потеряют свое время поэтому убедительная просьба уважаемый stalker давайте будем уважать друг друга и носить по 8 подарков чтобы хватило всем тем более от занятого места награда никак не меняется другое дело если виду каких-то обстоятельств становится понятно что вы не успеваете и стоит вмешаться и принести дополнительные подарки чтобы не заруинить себе ивент если stalker относит меньше 8 подарков то он получает в награду ровным счетом ничего то есть вообще ничего абсолютно не белочку не подарок ничего а если собрать 8 подарков то в награду за ивент ты получишь 20 белочек и мешок с подарками события куча мала это самое кринжовое и кривое событие range атаки вообще непонятен кто-то тебя убивает за секунду по кому-то ты даже не попадаешь кто-то стоит на одном месте и просто долбится слава богу в этом событии тебе дается 10 белочек при любом раскладе иначе это был бы полный ад и тысячи стульев пылали синим пламенем мне кажется там чуваки с лютыми макросами или читами рубятся потому что нанести несколько тычек за секунду это просто нереально или это просто рассинхроны какие-либо возможные баги это самое мое не любимое событие честно говоря прошу заметить что награда про которую я говорю выдается только тогда когда рядом с любым из трех событий на доске горит зеленая лампочка лампочка загораться каждые два часа после начала одного из событий и горит полчаса время по своему часовому поясу рассчитывайте сами у меня получается что события активируются каждый нечетный час например 11 13 15 17 и так далее и действует она полчаса общей мысли по локации она стала больше красивее добавлены новые аномалии которых я раньше не видел посадили говорящего медведя в середину стоунхенджа отключили пвп что плохие игроки не мешали хорошим пвп теперь доступным только в пригороде за воротами города н переделали события пряничное безумие раньше был один большой пряник теперь их бегает целая толпа и это нпс они игроков было раньше добавили новые квесты но повторюсь возможно я ошибаюсь так как раньше я не так сильно углублялся в них в городе н переделали подношение гермоборотом добавили рандомности теперь выдается одно из вариантов подношения либо артефакт и либо хлам связи с этими изменениями на локации стало больше возможности получить мешки с подарками пытать свою сталкерскую удачу к сожалению другие изменения добавленные венты которые находятся в пригороде города н проверить мне пока что не удалось как найду время и разведаю что да как обязательно запишу вторую часть понравилось видео обязательно подпишись на канал поставь лайк и напиши комментарий это будет лучше благодарен за мой труд с наступающим новым годом желаю тебе здоровья и море удачи увидимся в зоне ну проветришься заходи написал что бессе, а мета, орехе, а мета? поиски к